У тебя опять кровотечение? Так, ну что вы? Ага, тебя надо покормить срочно женщину. Сейчас, 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 сейчас. Сейчас покормлю. На. Живи, родная, только живи. Так, все, вроде все в порядке. Куда мы с вами теперь едем? Засекречено. Зашибись, блин. И патронов не сделать вообще, вообще ничего не сделать. И никого нет на связи. Капец. Просто капец. Ох, 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 ох. Так. Дам-ка я тебе сразу аптечку. У тебя что-то, что-то тебе совсем не очень. Очень не очень, я бы сказала. Да. Так. Еда тебе, да, нужна? Сейчас. Еда заканчивается, блин, плохо. Да. До кузнеца ни у кого не получилось применить их на деле. Кого? Кого? Ну, скорее бы уже добраться, честное слово. Что-то прям... Что-то прям стрёмно совсем. Уже почти доехали, отлично. Уже почти доехали. Ребят, вы живые здесь? Все живые? Но более-менее. Ну, ты потом подождешь, мы уже приехали. Я очень надеюсь, что это будет безопасный хаб, честно. Это очень стрёмно. Патронов совсем нет. Блин, походу нет. Походу это небезопасное место. Патронов совсем мало. Вода почти закончилась. Пойду спрошу у начальства, может, нам выделят еще хоть немного. Буду через 20 минут. Мне бы патроны, ребят. Мне бы патроны. Серьезно. Факт Гардиан. Болван, которого прислали с восточной базы, похоже, там ничего не понял. Я подал рапорт о его увольнении, пусть возвращается в метрополь. Надпись стереть. Детский сад просто. Просто детский сад. Блин. Черт. Патроны для пистолета. Слава си, да, господи. Получи. Овчение, что это больница, походу. Блин, опять все патроны просрал на это дело. Джереми, держись там. Я понимаю, что очень жарко и тяжело, зато в старости тебя ждет двойная пенсия. Подпись мама. Так, спущусь-ка я где-нибудь вот здесь. Пусть он взрывается. Тут вроде... Слушайте, я бы села на танк, честно. Так, тут какой-то люк есть. Но он закрыт. Возможно, мы через него выйдем. Серьезно, я бы села на танк. И поехала бы на танке. Ракета готова к запуску. Ожидайте приказа. Да ладно, автомат. Серьезно? Вместо пистолета у нас теперь будет автомат? Да ладно. Зачем я это сделала, а? Я выпустила ракету. Ребята. Уху! Арман был прав, тут только бесполезное оружие. Хм, здравствуй. Привет. Нет, спасибо, в метропольном пока не надо. И тебе удачи. Серьезно? Патроны для пистолета. А, так это у меня, типа, теперь, типа, пистолет-пулемет, что ли, или как? Похоже на там. Офигеть, как много. Так, что-то здесь не чисто. Что-то здесь совсем не чисто. Естественно, я сдохла. Хм, хм, хм. Фак. Так, а что тогда делать? Как это вообще тогда? Твою мать. Пусть они меня съедят. Я тут ступила вообще. Надо, короче, отходить туда в сторону. Так. Иди сюда, тварь. На. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Да, у меня теперь пистолет-пулемет. Пресвятые. Оладушки. Надеюсь, он сдохнет раньше. Отлично. Он сдох раньше. Да блин, мышка, ты что делаешь? Блин, что-то у меня мышка упоролась вообще. Пипец. Что происходит? Так, еще одна. Давайте, давайте, подходите. Супер. Так, пароль. Отлично. Так, привет. Я столько собирался подорвать тут все. Хорошо. Да, пошли на поезд. Чувак, пошли на поезд. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Это было... Это было потненько. Но мы с вами справились. Реально какая-то тут военная база заброшенная. Так, 9-8-5-6. 9-8-5-6. Все, погнали. Погнали отсюда, ребята. Честно, будь моя воля, я бы взяла побольше всякого разного оружия. Обвешалась им бы, типа, наподобие Рэмбо или еще. Я не знаю кого, как Эллен Рипли. Просто в одной руке огнемет, в другой дробовик. Я не знаю, это было бы круто. Так, тебя опять кормить надо, мужик, что ли? А, это же тебя и надо кормить. Все. Но еды на самом деле не так много. Не есть, хорошо. Так. Надо пойти скрафтить что-нибудь. Понятно. Куда мы едем? Мы едем в метрополе, лилуя. Мы почти приехали туда. Так, аптечек нет. Ясно. Так, покормить надо. Сейчас. Сейчас, дорогой. Только не умирай, пожалуйста. Только не умирай. Твою мать. Твою мать. Он сдох. Фак. Он мог дать мне улучшение для ружья. Че? Прямо перед самым прибытием в хаб. Твою мать. Ааа. И че? Остался всего один машинист. Патриция. Охренеть, ребята. Да, мы добрались до метрополия с вами. Черт. Еще бы немного, я бы получила улучшение на ружье, но нет. Все, мы приехали. Стругацкие? Серьезно? Я увидела статую братьев Стругацких. Да ладно. Я надеюсь, мы и будем как-то посмотрим на нее. Божечки-кошечки, это музыка. Мы наконец-таки приехали в мирное место. Акт завершен. Выжило 4 пассажира. Мы получили 6 патронов. Один умер. Плохо, конечно, но что бы делать? Жизнь жесток. Спаси нас. Походу, это и есть тот самый страж, да? Здоровый робот, который по идее должен нас всех спасти. Похоже, мы спасены. И все благодаря тебе. Ты проделал огромный путь. Что? Куда ехать? Зачем? О боже. Но у меня нет таких полномочий. Отправляйся в центральный штаб. Сядь на автобус Y7 зеленого цвета, это самый быстрый путь. Если они выдадут разрешение открыть ворота, я буду ждать тебя здесь. Поспеши. Хорошо. Привет. Страж почти готов к запуску. Энергоядро мы уже погрузили. Сейчас подключаем мозг. Что еще ты можешь сказать? Постараемся не отвлекать кузнеца. Он готовится к запуску. Кто такой кузнец? Это ты? Это ты кузнец? Похоже на ту. Запуск системы готово. Все готово. Оружейный запас доступен. Связь с метрополем доступна. Цель приказ 24-б. Привет. С вами, походу, не поговорить. Туалетная бумага, таблетки. Хорошо. Так, что у нас здесь? О, шкафчики. Супер. Сейчас. А, здесь все, да? Хе. Ну вот, хорошо. Болты, металлолом. Супер. Привет. Да, как всех осмотрите, доставьте в мой штаб. Ладно. Я пытался помочь им, но меня отстранили. Почему? Кузнецу виднее, конечно. А, странно так. Наконец-то в безопасности. Это да, верно. Ты как? Никто не приставал на поезде. Какая прелесть. Так, нужен автобус Y7. А если я поеду на синим? Куда я доберусь, интересно? О, я приехала куда-то еще. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Здесь можно купить газету. Давайте купим. Великая память. Исполнилось 134 года со дня рождения Аркадия Стругацкого. Какая прелесть. Трудно поверить, что до первого посещения они с братом Борисом пытались найти славу в рядах писателей-фантастов. Сегодня же мы помним их как народных героев, посвятивших своей жизни науке и развитию страны. Братья ответственные за технологический скачок начала нового столетия. Благодаря им технологии, добытые с поля первого контакта, успешно применяются вооружение. Мембранная гасящая броня, которая используется при строительстве стража. Каритонный луч, ван столбы и многое другое. Великая память и великая гордость. Блин, это так круто, господи, разработчики, спасибо огромное. Это так круто, просто они запечатлеют в своей игре моих любимых писателей-фантастов. Вот я у Стругацких перечитала практически все, обожаю их вообще. Парень, свежие фрукты бери, не стесняйся. Так а как взять? Я бы купила, честно. Я бы все купила. Ну ладно, не даете Стругацкие? Ай бы, боже. Блин, у меня аж прям комок в горло поднялся. У моего друга есть отличная ферма неподалеку. Вкуснее кукурузы, чем у него ты еще никогда не ел. Господи, как это круто, ребята. Интересно, мы пришли туда, куда надо или нет? Наверное, нет, потому что нам надо было на зеленый автобус. Но мы тут полазим. У тебя тут какое-то дело? Хм, ну проходи. Спасибо. Какой-то еще магазин. Привет, ребята. Ты уверен, что они справятся? Думаю, да, они целую команду собрали, чтобы перехватить его. Оу, привет. Здрасте. Что-то ищешь? Да я бы не сказала, не знаю, я просто хожу здесь. Что я продаю? Парень, не знаю, кто тебя сюда пустил, но если ты не знаешь, что это, значит, я точно не должен тебе говорить. О, понятно. Наркотой барыжим, ребята. Если вдруг у тебя будет лишняя электроника, если понимаешь о чем я, то неси ее ко мне. Я подумаю. Нет, я просто репетирую. Готовлю ли заменить брата наверху? Хе, круто. С тобой не поговорить, да? Так, подождите. Это явно еще не все. Прикольно мы тут походили, блин, стругацкие. Класс. Жалко только, что я не могу здесь ничего купить. Вот это меня удивляет, если честно, слегка. Потому что я бы патронов бы купила, еще всякого разного бы купила, если честно. Так, здесь у нас все. Тут тоже все, да? Да, ну ладно, тогда поехали обратно, и давайте сядем уже на зеленый автобус. Поедем туда, куда нас просят. Привет. Вся молодежь пропадает в этих клубах. В наших годах такого не было. Да в наши годы и трава была зеленее, и небо было ярче, и всякое такое прочее. Мне, походу, сюда, надо вниз. О, так, торгаш. А, администрация дальше по дороге. Моя сля. Так, тогда мне не туда. Стой. Ты первый раз? Не видел тебя тут раньше. Правила простые. Выпей стакан витрила, расслабься, выбери книгу, не мешай другим. Это все. Проходи. Хорошо, сейчас подождите. Ничего тут нету. Так, что у нас здесь? Сегодня не очень людно. Я даже не знаю, что такое витрила. О, вот это у вас тут тусняк, ребята. Ну, это явно не моя тема. Это было нечто. Линда была права, что первый раз нужно читать фэнтези. Может, возьмем еще один час? Такое ощущение, что они под какими-то таблетками жрут что-то. Я могу взять унитаз? Чтобы сломать стены. Хе-хе-хе, лол. Просто лол. Так, хорошо. Пошли дальше. Так. Старые книги. Че, в смысле, я не могу здесь пройти? Нормально. Почему здесь ничего неактивно? Это странно. Я могу здесь подняться? Отлично, могу. Так, подождите. Я вот с этим мужиком не разговаривала. А я и не могу с ним поговорить. Это, походу, страж, да? Странно, что я не могу ничего здесь купить. Блин, я бы с удовольствием пополнила бы запасы все свои. Этот страж выглядит как огромный мех из какой-нибудь анимашки. Ну, якобы а-ля Евангелионы и же с ним. Ладно, погнали наверх в администрацию. Не знаю, что делать теперь. Так. Тут у нас есть лифт. Но тут столько мест, куда можно пойти. Они на два этажа выше. Спасибо. Угораздило же меня выбрать эту квартиру. Оказалось, это просто коридор с мебелью, через который все ходят туда-сюда. Сочувствую, мужик. Патроны, бутылка пива. Супер. Так, что у нас здесь? А кто-то играет. Не могу понять. На какое-то такое ощущение, что это расстроенная гитара какая-то. Так. На лифт мы с вами не сядем. Мне интересно все здесь посмотреть. Везде здесь походить. Но я не думаю, что она столкнула его в шахту лифта. Тем более, ей и так досталось все имущество после развода. Моя главная версия на данный момент, это банда новых консолов. Фреска нелебовки к переселенцам и характерная черта. Такой город вообще, прям, я не знаю, как будто нагромождение разных коробок одно на одно просто. Марк! Ужин еще не готов. Погуляй с друзьями еще немного. Мама! Вау. Просто вау. Вы посмотрите на эту дуру здоровую. И эта здоровая дура, типа, пойдет спасать нас от пришельцев? Я почти уверена уже, что тут что-то связано с непонятяном. Какая-нибудь, блин, дичь вот такая вот. Да. Охренеть можно. Так, не, ребят, подождите, это явно к вам. Привет. Здрасте. Ты за автографом? Нет. Ну, конечно, ты должен меня знать. Книга-страж, правда, или вымысел? Моя самая известная работа. Не слышал? Нет. Ладно. Я серьезно не слышала, я не знаю, кто ты вообще такой. У тебя глаза странные. Роджер, если совет узнать, что ты открыл центральный... ...ворота города без их ведома, я даже не успею тебе сообщить о твоем увольнении. Не рискуй всем, что у тебя есть из-за одного чертова машиниста. Серьезно? Да, Дэвид предупредил меня. Послушай, я все понимаю, но ты уверен, что это хорошая идея? Ну да, наверное, я не знаю. Тут ты в безопасности. Ну хорошо, прости. Я открою ворота. Возвращайся к Дэвиду. Ладно. Хорошо. Мы все-таки... Все-таки мы поедем дальше, мы не останемся здесь. А жаль. Я бы, если честно, осталась. Может, теперь нам надо на лифт? Давайте сядем на лифт. А, вот оно как. Ну, ладно, хорошо. Так, мне нужно на зеленый автобус. Поехали. Если я, конечно, все делаю правильно, в чем я лично не уверена. Но я вижу, что тут уже... Уже пусто. Подтверждение кода для блокаторов. Поспеши, сейчас начнется эвакуация цеха. Стражи вот-вот запустят. Удачи. Если честно, будь моей волей, я бы, наверное, здесь осталась. Но, с другой стороны... Мы еще явно не все сделали здесь. У меня есть такое чувство, что мы еще не все сделали. Наш путь еще не завершен. Мы остались одни. Опять. Опять мы остались одни. Если ты можешь это читать, если ты можешь посчитать это, то ты в опасности. Я всегда в опасности, ребята. Я практически всегда в опасности. На связи больше не осталось ни одного машиниста и только один оператор Гарри Лок. Мы едем в какое-то непонятное место. Так, что у нас? Гарри на связи. Я слышал о том, что ты сделал. Значит, стражи теперь запустят? Похоже на то. Я уже думал, нам конец. Да еще ничего не ясно. Ты сейчас на север? Да. Там должно быть сейчас безопаснее. Надеюсь. Горю не в сети. Так, а зачем мы возвращаемся снова на север? Я не понимаю. Зачем нам туда? Ой-ой-ой-ой. Выехали за город и началось, блин. Матери Божьей, что происходит? А, это они стражи запустили, похоже. Но выглядит мощно. Прям мощно. Прям вот, да. Интересно, страж вообще поможет хоть как-то или нет. Я на самом деле даже не понимаю, что он должен сделать этот страж. Я без понятия, потому что я видела только кучу этих зомби черных и вот эти капсулы с газом и все. То есть, больше я никого не видела и я не понимаю, а что, собственно, этот страж должен был сделать, по сути. То есть, я бы там прикольнулась, если бы он, не знаю, всех людей бы поднял куда-нибудь, не знаю, в космос бы перевез или еще что-то по-тому вроде. Но явно это, это не то. Это явно не то. Там говорилось что-то про запас оружия, поэтому явно здесь что-то не так. А мы тем временем приехали на станцию, на которой нет связи. И мне это не нравится. Серьезно? Да ладно? Что это вообще за хрень здесь происходит? Я явно куда-то не туда иду вообще. Подождите. Подождите. А, я не могу вообще пойти сюда. Тьфу ты, е-мое. Я думала, я могу, но нет. Это же моя фотка. Серьезно. Что за дичь вообще? Такое ощущение, что за мной следил кто-то. Фак. Иди сюда. Прикольно. То ли в него какой-то выстрел попал, то ли я реально с одного удара его убила. Можно взять стул. Давайте возьмем. Он пригодится явно. Твою мать. Ну ладно. Неважно. Вроде все получилось. Теперь мы возьмем стул. И будем кидать стулом в каждого, кто к нам пристанет. Так. Походу, мне все-таки надо наверх. На. Получи. Босс, мы собрали неплохую команду. У нас есть эксперт по взрывчатке. Лиза раньше работала на заводе поездов и лично устанавливала двигатели AXO2. А я займусь всей электроникой, когда мы перехватим поезд и подоставим двигатель в убежище. Вы охренели, ребята? Вы реально охренели, ребята? Они серьезно за мной следили, чтобы угнать мой поезд. Если они попробуют это сделать... Ой, я не знаю, что с ними будет. Ой, я не знаю. Так, патрон для ружья. Спасибо. Я убью просто каждого. Так, заперто. Нам нужен ключ. Я убью каждого, кто посмеет вообще... Рискнет даже подойти к моему поезду без моего разрешения. Я это обещаю. Такое зарево, честно, вообще стрёмно очень. Так, ключ. Хорошо. Твою мать! Ух-ух-ух-ух. Ну что ж. Похоже, пришло и мое время прокатиться на твоем поезде. Пойдем. Ага, пошли. Так, пусть он там взорвет этих ребят. Все. Ну мужик крутой такой с ружьем, блин. Всех их поубивал. Вообще красава. Молодец. Прямо молодец. Такое ощущение, что он убивал вообще всех... Машинистов. Слушайте, серьезно. Если он убивал всех машинистов, он... Он умрет. Твою мать. Как-то вот тварь это что-то с чем-то. Я почти их раскусил, ты понимаешь? Этим должна заниматься полиция, а не ты. Они мне не верят. Лучше постарайся вернуть Марта. Блин, что за вообще бред вообще происходит здесь? Что-то мне этот мужик не нравится. Какой-то... Не очень, если честно. Надо быть с ним настороже. Постарайся вернуться. Надо, чтобы избрать его, сам. Было. Отichtig. Друг Я. Друг Я. Продолжение следует...